Здесь никогда не бывает пусто. Легендарная цитадель буквально усыпана живыми цветами. Ежегодно сюда приезжают сотни тысяч человек. О крепости, которая первой приняла удар врага и сделала первый шаг к великой победе, знают во всех уголках планеты. От гитлеровской оккупации город над лугом войска 1-го Белорусского фронта освободили ровно 80 лет назад в ходе крупнейшей наступательной операции «Багратион». 28 июля 1944-го здесь подняли знамя победы. Конечно же, Брестская крепость – это святое место. Сегодня здесь я со своей семьей, в первую очередь со своим сыном. Мы свято чтим память героев, павших во времена Великой Отечественной войны и благодарим их за мирное небо над нашей головой. Сделаем все для того, чтобы его сохранить. Я горжусь тем, что в нашем городе есть героическая Брестская крепость. Я горжусь тем, что в нашем городе есть промышленные предприятия, которые славятся не только в городе Бресте и в нашей стране, но и славятся за рубежом. Тысячи людей со всего мира приезжают в наш город Брест, чтобы ознакомиться с нашими туристическими достопримечательностями. И самым главным нашим вдохновителем добра, улыбки является наш фонарщик. Добрый вечер! Вот уже 15 лет ежедневно фонарщик в любую погоду зажигает керосиновые огни на пешеходной советской. Это одна из самых брендовых традиций Бреста. Бресте, Брест, Литовск, Брест над Бугом, Брест его теперь Брест. Богатые на исторические события город над Бугом с размахом отмечают 80-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков и тысячепятилетний юбилей. Это та дата, которая не может оставить равнодушных не только брещан, но и всех гостей, которые к нам приезжают. Сегодня для примера есть многие участники и побратимы из других стран, в том числе и Европы. Брест – то место, где рады мирным и добрым людям. Как мы любим говорить, в любимом Бресте только вместе. Сегодня программу масштабного праздника открыли участники байк-фестиваля. Сотни бруталов торжественной колонной проехались по главной артерии Бреста к легендарной крепости. Фестивали, выставки, памятные митинги, деловые встречи, концерты с участием белорусских и российских исполнителей, балл состязания. Программа празднования двойного юбилея в Бресте рассчитана на три дня. Для жителей и гостей города подготовили около ста мероприятий. Например, на набережной развернулись международные соревнования пожарных спасателей «Брест» и «Рубеж». Участие принимают около 80 профессионалов из Беларуси, России и Кыргызстана. Своё мастерство они демонстрируют в разных силовых направлениях. В реальности ещё жёстче. Когда борешься с огнём, это гораздо более серьёзно, чем здесь. Но здесь тоже накал с Россией достаточно высокий. Конкуренция очень серьёзная. Сильные команды из Питера, из Минска, ну и из Бреста, конечно же. У дворца водных видов спорта развернулся интерактивный городок. На его главной сцене представили коллекции белорусских и зарубежных швейных предприятий и дизайнеров. Фестиваль моды «Локбук» стал уже традиционной изюминкой Дня города. К нам приехали дизайнеры из Москвы, из Удмуртии. К нам приехали гости из Узбекистана. И, естественно, свои коллекции представили дизайнеры из Республики Беларусь. Брест – это центр моды, стиля. Отдыхайте, наслаждайтесь. Город Брест. Мы тебя любим. Завершит программу сегодняшнего праздника фейерверк. В 23 часа он раскрасит мирное небо над Брестом. Анна Буйкевич, Руслан Селюк, агентство теленовостей.